Здравствуйте, это канал Максимадзе И сегодня я вам покажу старые игры, которые выходили на Windows XP в качестве встроенных игр стандартных Такой вот ностальгический для кого-то выпуск, наверное Возможно, кто-то из вас играл в них Сейчас, кстати, в современном мире есть довольно, кстати, немало людей, которые до сих пор сидят на Windows XP Сейчас наиболее актуальные системы, так сказать, я имею ввиду, те, на которых сейчас сидят люди Это Windows 10, на втором месте Windows 7 Еще также, ну и, может быть, на третьем месте, либо Windows 8, либо Windows XP На месте мало кто сидит, Windows 10, это провальная система Хотя довольно-таки красивая Но вот система, которая старее XP, на них уже вряд ли кто-то сидит Неужели сейчас кто-то до сих пор сидит на Windows 98 или Windows 2000? На таких системах даже в интернет, ну, может быть, и можно зайти, но проблематично совсем Самая наиболее, самая старая из системы, которые сейчас сидят, это XP Ну и, кстати говоря, это одна из моих любимых систем Возможно, вы спросите, а как же я запустил ее? Запустил я ее через программу VirtualBox Виртуальная машина, так сказать На которую можно, которую я поставил на свой обычный компьютер, на Windows 10 И можно на ней устанавливать разные Windows и пользоваться на них, как на обычных компьютерах Если вы хотите выпуск, чтобы я сделал выпуски про то, как пользоваться этой программой Как устанавливать на них Windows Пишите в комментах и обязательно ставьте лайки Ну, в общем, короче, это Windows XP И давайте посмотрим, как же попасть в игры Как же найти эти игры? Нажимаю кнопку пуск Все программы И вот здесь лежат игры Можно вот отсюда прям выбрать, а можно нажать открыть Вот так вот выглядит файловый менеджер И вот список игр, которые встраивались Это Windows XP профессиональная версия Windows XP Редакция профессионала Есть еще Tablet PC Edition Для сенсорных компьютеров С поддержкой сенсорного экрана Есть еще 64-bit Edition 64-bit Professional Edition Еще какие-то там несколько редакций есть У меня профессиональная версия Самая наиболее частая это профессиональная 32-bitная У меня это 32-bitная Ну, в общем, давайте, короче Вот эти интернет-нарды, интернет-пики, интернет-червы Интернет-реверси Эти игры в настоящее время не работают Поддержка Windows XP закончилась уже давно А вместе с ними и перестали работать эти игры Если мы попытаемся открыть какую-нибудь из них То пойдет небольшая загрузка А потом напишут, что не удалось подключиться К сожалению, поиграть в эти игры мы не сможем Но давайте начнем с косыночки Вот так выглядит косыночка Можем растягивать, конечно На полный экран можем растянуть вот так По сравнению с теми картами, что были на Windows 7 и Windows Vista Эти кажутся маленькими какими-то, не так ли? Но в целом, вот именно такие карты были на большей части Windows На предыдущих системах, на Windows 2000, на Windows 98, Windows 95 Может быть и там даже, по-моему, на Windows 3.1 Были точно такие же карты, которые точно так же выглядели Там разве что отсутствовало, ой, не отсутствовало, были другие варианты рубашки Я устанавливал на VirtualBox Windows 2000 И там были немного другие варианты Рубашки, это выбор колоды Давайте выберем вот эту Мне кажется, вот это самый лучший вариант И давайте попробуем сыграть Мне довольно редко везет в этой косынке Есть и также настроечки Можно по одной карте, чтобы с колоды выскакило Можно по три Тут лучше по три Отчет времени, перетаскивание контр Лучше без него На очки Я не совсем понимал, как Что за счет именно, вот этот Как он тут сопоставляется Ну, в общем, если мы вот этот режим включим То косынк, вот эту колоду можно будет раскрыть до конца Только два раза Ой, три раза, точнее А если этот включим, то только два раза А вот на очки Тут бесконечное количество попыток будет Именно на этом режиме играю я Потому что С ограниченными попытками для меня уже слишком сложно Так, давайте Давайте по-другому Короче, суть игры Такая, надо Карты Из всех четырех мастей Выставить вот в эти стопки Начинается с тузов Заканчивается королем Это Это возможно знают все Ну, многие Я думаю, все из вас знают Что такое косынка Так Карты надо друг на друга ставить И они обязательно должны Чередоваться по цвету Это обязательно Никаких звуков в косынке нету В пауке вот, кстати, есть Здесь нету Так, валет Вальта Можно поставить только на дамку У нас дамки тут нет Так Да, неподходящий Подходящий Ага, вот Это ставим По виду Семь анимаций Хотя бы какие-то есть и звуки Здесь Здесь очень просто выглядит Косынка Три Вот можно поставить Три Я могу Запросто что-то Проглядеть И быть немного невниматель Если так будет Пожалуйста, извините Так, вот так После После того, как мы Колоду Вот отсюда вытаскиваем Нам придется щелкнуть сюда Чтобы Чтобы нам показалось Что за карта Там оказался Бубновый туз И он сразу же отправился туда У меня порядок Можно в любом Можно В любое место Ставить масть Можно вот так Можно вот так Но я люблю По своему порядку Туз Черви Вот здесь пики Здесь треф Ну или крести Их еще называют Так Девятки красные Нет Поставить не получается Валета нет Девятки Можно вот так Поставить По 7 Что-то я не вижу Карт Которые можно было бы Использовать Пятерку Куда нельзя поставить Короче говоря У меня подозрение Что закончились ходы Следующая игра Салитер Салитер уже Если при попытке Вот так вот развернуть Она Просто вот так вот Растянется немного Так на полный экран Ее никак не сделаешь Чтобы ее начать Надо нажать Новая игра Ну и суть игры Здесь такая Так Сделать то же самое Что в косынке Также вот в эти стопки От туза до короля Разложить Эти ячейки Нужны для того Чтобы помещать В них мешающиеся карты Вот там туз лежит Мне его надо Сюда вставить Вот мне мешает Четверка Я поставил четверку сюда В Windows 7 Можно было нажать Кнопку подсказка Чтобы мне подсказали Каким Что можно Какой ход Сейчас можно сделать Так можно Девятку Кстати ячейки Не просто так Влияют На все Если Если Все четыре ячейки Свободны Можно Стопку Из Количества Пяти карт Максимум переместить Если Одна карта лежит То только Максимум четыре Карты Можно переместить И так далее Если все Ячейки Заняты То только Одну карту Можно перетащить Чтобы Чтобы вас не томить Давайте перейдем К игре Поинтересно Следующая Это Паук Короче говоря Здесь есть Три режима Сложности Это Одна масть Две масти И Четыре масти Мне На Уже На средней Сложности Сложно Очень А вот На Этой Очень Даже Легко Надо Просто Собрать Стопку От Туза До Короля Сколько У нас Всего Одна масть Это Сделать Будет Абсолютно Не Сложно Кстати В этой Игре Уже Есть Подсказка Допустимых Ходов Нет Так Я бы Хотел Сделать Так Чтобы Сразу Было Сразу Были Более Нормальные Карты Чтобы Можно Было Хотя Одну Эту Стопку Сложить Туза На Двойку Ставим Четерку На Пятерку 8 Еще Четерку На Пятерку Ставим Король Еще Один Приделся 6 Так И 5 Сразу Сюда Троечку Было Неплохо На самом Деле Может Десятку На Вальта Ставить И Девяточку За Ним Восьмерочку А Нет Восьмерочку Лучше Я поставил Давайте Посмотрим Допустимые Ходы Есть Да Допустимых Ходов Нет Этот Звук Означает Что Можно Только Из Колоды Уже Взять Карты Еще А Подсказочка Вот Так Вылет Если Есть Запустимые Ходы Вот Одна Стопочка Готова 6 Десяток Нет Так 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 Давайте Посмотрим Наличие Допустимых Ходов Тут На Пустое Место Уже Можно Любую Карту Ставить Я Поставлю Короля Опять Закончились Ходы Раздаем Новый ряд Кстати Новый Новый ряд Нельзя Раздать Если У нас Есть Пустые Слоты Десяток По-прежнему У нас Нет Да Я не очень Сильно Вниматель Поэтому Подсказки Мне Иногда Нужны Семерку Освободить Конечно Хотелось Быть Десятка Появилась Отлично Вот Семерки Действительно Можно Отменить Ход И вот Как видите Сдача Нового Ряда При наличии Пустых Ячеек Невозможно Давайте Более Разумный Ход Сделаем Тот Который Можно Раскрыть Какую-то Карту Короля Например О Вот И Семерка Я же Говорил Так Можно Было Стопку Сложить Но У нас Нет Дамки Какой Смысл Этого Хода Был Вообще Опять Туз Зачем Мне Туз Мне Дамку Надо Игра Игра Уже Поинтереснее Чем Косынка Косынка Реально Томительная Была Немного А Вот И Дам Кстати Отлично Еще Одна Стопочка Пятерка Нужна У нас Пятерки Нет Снята Я Погодите Нам Пятерка Нужна Опять Нам Дамки Не Хватает Точно Как я Не заметил Сразу А Там Как это Может Скрываться За колодой Но Пока Мы Не Можем Найти Там Мне Такое Чувство Что Закончатся Ходы Скоро Так Еще Одна Стопка А Почему А Блин Пустое Место Надо Освободить Назад Поправляем Это Балет На Дамочку А В смысле Я неправильно Что Ставил Еще Короля У нас Хватает Ой Неправильно Не Погодите Вот Это Лучше Будет Нет Отменить Так Зачем Мне Еще Одна Дамка Т Так 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 И Сразу Еще Стопка А Может И Сыграется Кстати Игра Довольно Таким Я Думаю Сыграется Мы Я Думаю Мы Тут Уже Вы Играем Так Все Колоды Уже Открыты Осталось Только А Точно Добить Их По-быстренькому Раскладываем И последняя Стопочка Вот Так Вот Нафиг Такой Звук Спускается Фейерверк И мы Видим Переливающаяся Надпись Которая Говорит Что мы Выиграли Так Давайте Следующая Игра У нас Остался Последний Пассианс Это Черви Его Нельзя Растянуть На полный Экран Не знаю Почему Его Так Не сделали Ну Короче Эта Игра Долгая Давайте Сыграем Раунд И я За это Время Короче Объясню Как Иго 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 Думаю По Ней Надо Как-то Даже Отдельное Видео Записать Но Не по этой Версии А лучше Для Windows 7 Версий Там Она Намного И Красивее Лучше Короче Четыре Игрока Именно Потому Что Именно Потому Что Игрока Решили Еще Интернет Версию Сделать Которая В данном Мент У нас Не Работа Надо Выбрать Короче Три Карты Которые Уйдут Влево Значит Значит Трус Они Уйдут Трус Балбес Бывалый Можно Поменять Именно У нас Стоят Те Что По Умолчанию Короче Начинаем Всегда С Двойки Треф У кого Двойка Треф Тот И Начинает И Мы Должны Положить Карту Той же Масти Если Она У нас Имеется Давайте Туза Например Поставим У кого Карта Старше Самая Старшая Дуз То К тому Игроку Эти Карты И Улетят К тому Кому Эти Карты Улетят Тот Следующий И Первый Вытаскивает Карту Давайте Пики Например Возьмем Так Следующая Бубен Пока Мы Ничем Не Рискуем Давайте Туза Отдадим Так И Почему Эта Игра Вообще Называется Червы Потому Что Если Кому То Улетят Карты В которых Есть Червы То За Это Получают Очки Если Три Карты Улетят К нему Значит Он Получит Три Очка Если Четыре То Вот Ему Вот Он Балбес Заработал Сейчас Четыре Очка Червы Кстати Нельзя Сбрасывать После Когда Разыскивается Первая Взятка Так сказать Когда Первый раз Карты Бросаешь И Нельзя Их Сбрасывать Пока Кто-то Из игроков Не сбросит Ее При отсутствии Карты Нужны Мастер То есть Подкинуть Тебе Карты То есть Треф Треф Тебе Подкинут А у тебя Треф Нет Значит Ты можешь Сходить Любой Другой Карты Если У тебя Есть Черви Можно Будет Сходить Из Черви Сейчас У меня Поскольку Есть Бубен Я Буду Обязан Сходить Бубну Можно Десятку Отдать Очко По-моему Заработал Собирь И Дамка Пик Еще Очень Очень Большая Карта Если Она Кому Улетит Тот Получит Аж 13 Очков Поэтому Надо Очень Постараться Ее Не Получить Кстати Если У нас Нет Карты Нужной Масти Вот У нас Червы Нет Мы Можем Любую Отдать И Улетит Старшая Карта Именно Улетит Взятка Тому Кто Положил Старшую Карту Именно Той Масти С Которой Начиналась Взятка Если Если Мы Положим Другую Если Мы Положим Короля Если У Остальных Будут Черви А я Короля Своего Пиков Положу То Улетит Тот У кого Черви Именно Старше Вот Так Вот Возможно Возможно Вы Не Поняли Конечно Надо Объяснить Это Более Наглядно Более Аккуратно Тут Уже Старшие Карты Остались Все Улетает Мне 3 очка Мы Заработали Трус У нас На первом Месте Но Балбес Получил Дамку Пик Вот У него 20 очков И Короче Следующая Сдача Будет Следующая Игра Игра Закончится На том Моменте Когда У кого-то Из игроков Будет 100 очков И В таком Случай И победителем Будет Тот У кого Меньше Всего Очков Мне Удалось Только Дважды Победить А Вот Следующая Игрушка Сапер Ее Вообще Нельзя На полный Экран Расцепить Она Только В таком Режиме Короче Многие Конечно До сих пор Не знают Как в нее Играть Во-первых Где Звук Начинается Отчет Времени Сразу После того Как мы Нажмем На Какую-нибудь Склеток Опа Подловили Мы Бомбы Нажимаем Сюда Чтобы Короче Как Бомбы Находить Здесь Цифры Обозначают Вот Цифра 1 Значит Как Значит В одной Из ячеек Которые Рядом С ней Находится Бомба Ячейка Только Одна Значит Значит Бомба Находится Именно Здесь Мы Нажимаем Правая Кнопка И помечаем Флажком Чтобы Не Забыть Так Здесь Иногда Придется Наугад Конечно Нажимать Иногда Может Быть Непонятно Так Вот Здесь Они Обозначаются Однеркой Значит Тут Тоже Бомба И Так Вот Здесь Обязательно Бомба Я Не Исключено Что я Приграю Особенно Тяжело Будет Стройками Стройками Реально Будет Тяжело Можно Бомба Может Вот В этих Четырех Ячейках Три Бомбы Какой Какой Из них Бомбы Нет Я Не В курсе Да Все Таки Я Попался На Бомбу Лучше Лучшее Конечно В Windows 7 Windows Vista Этой Версии Конечно Сапера И Последняя Игра Которая Была Встроена Это Pinball Наверное Самая Интересная Из Встроенных Игр На Windows XP Такой Pinball Был Кстати Не Только На XP Он Выходил И На Более Ранних Системах На Windows 2000 Он Был Точно Такой же Шарик Короче Летает Мы Должны Отбивать его Шар Мячик Этот Попадает В разные Места И От Этого Разные Эффекты И Разные Звуки Каналинка Пошла Уже Там Переключается Огонек Нажатием Кнопки Теми же Кнопками Что и Флипперы Поднимаются Да Windows XP Стала Последней Системой На Которые Вышел Этот Пинбол Первые Она Привез Похоже На Windows NT Которые Очень Похожи На Windows 98 И 95 Ну И 9000 Тоже Первые Windows Они Очень Сильно Были Похожи На Друг А Т Когда Вышел Windows XP Тогда Уже Реально От Windows К Windows Начал Меняться Дизайн Огоньки Мигают Разные Все Эти Игры Кстати Которые Страивались На Windows XP Можно Скачать Спокойно В интернете Их Там Можно Найти Они Можно Поставить Даже На Windows 10 Боль Но Я Запускаю Сверх И XP Чтобы Как бы Больше Окунуться В Эту Систему Да Когда Все Три Лампочки Зажгутся Поменяется Цвет Тех Миш Сначала Сначала Темно Зеленый Потом На Свет Зеленый Болотно Зеленый Какой Это Я бы Сказал Потом На Красный А Потом А Потом Уже Опять Более Синий Тех 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 На Тех 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 Можно сразу Две Просто нажимать Все Тех 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 Кто Помнит Эту Игрушку Ставьте Лайк Какие громкие тут звуки Я играл в нее и в эти другие игры тоже Блин, отвлекся на телефоне и продал мяч Можно нажать F2, чтобы начать новую игру Но можно и выйти Есть также параметры, можно настроить кнопки Музыка Че тут музыка есть, я чуть не знал Накрою эти параметры Что за музыка Я не знал, что тут музыка есть, я даже сейчас узнаю Как-то без музыки привычнее, я бы сказал Вон в традуле шарм Музыка Музыка Интересно, а тут вообще своя музыка или нет? Такое чувство, просто что она что-то напоминает Просто реально непонятно, это собственная какая-то у автора Какая-то музыка Или это кавер какой-то инструментальный Последний шар у нас остался Блин Так, все, давайте закончим с этой игрой Собственно говоря, посмотрели мы игры Интернет, шашки Кстати, они тоже интернет-игра И забыл упомянуть их Тут целых 5 интернет-игр В Windows 7 было интернет-игр Пхео 3 Нарды, пики, шашки Они тоже уже не работают Ну что ж Окунулись мы с вами В былое Прошлое Немножко поиграли на Windows XP И на этом закончим С вас, я вас подписывался С меня эпичные видосы Наверное, я сделаю так же обзор Старых игр на Windows Vista Они там те же, что и на 7 Я покажу их на Vista Это самое Подписывайтесь на мой стримерский канал Завтра там будет стрим Вступать в группу ВКонтакте Ну и всем пока Выключим С прощанием наш Windows Пока Субтитры сделал DimaTorzok